Литва готова и дальше поставлять Украине летальное оружие. Об этом заявил министр обороны страны Раймундас Корублес. Он напомнил, в Вильнюсе оказывает всевозможную помощь Украине, тренировка военнослужащих, содействие в проведении оборонной реформы. Также страна принимает на лечение раненых военных с Донбасса. Напомню, в прошлом году Литва поставила Украине почти 150 крупнокалиберных пулеметов, а также 150 тонн еще советских боеприпасов. Конгресс США согласовал в уделении Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи. Такую сумму утвердили в законопроекте бюджета Минобороны США на следующий год. После голосования он поступит на подпись президенту. Помощь разделят на две части, вторую половину заморозят, пока Минобороны США не сможет убедить Конгресс в успешности украинских реформ в оборонной сфере. Всего на противодействие России в Европе планируют выделить почти 5 миллиардов долларов. Общий бюджет Пентагона на 2018 год составит 700 миллиардов. Конгресс запретил тратить бюджетные деньги на взаимодействие с Минобороны России и покупать продукцию лаборатории Касперского. НАТО создаст две новые штаб-квартиры в Европе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ожидается, что новые командные центры улучшат перебрасывание войск через Атлантику на территории Европы. Также создадут новый центр по операциям в киберпространстве. Логистическое командование уже готово разместить на своей территории Германии. Расходы на создание и деятельность штаб-квартир НАТО обсудят в следующем году. Столтенберг также отметил, в Альянсе не видят угрозы к какому-либо союзнику, но видят гораздо более напористую Россию, готовую использовать военную силу против Украины. Члены НАТО должны увеличить бюджетные расходы на оборону. Но об этом шла речь на Варшавском форуме по безопасности. Сегодня второй день работы. На месте события находится наш корреспондент Варвара Миронкова. Варвара, кто уже выступил из лидеров и какие заявления были сделаны? Сегодняшнее заседание началось с дискуссии со специальным гостем. Это был президент Грузии Георгий Маргвелошвили. И в частности он большую часть своего выступления посвятил именно российской агрессии, потому что Грузия, точно так же как Украина, пострадала от агрессивной политики Москвы, от оккупации территорий. И по его мнению, в частности, это происходит, и Россия продолжает нарушать границы соседних государств, потому что Европа не принимает достаточных мер. И когда Россия вторглась в Грузию, оккупировала ее территории, Европа не отреагировала должным образом. Что он посоветовал делать, и как он считает, нужно разобраться в своей ситуации. Послушаем дальше прямой речью. Европа должна открыть глаза и попытаться понять Россию. Я могу перечислить много случаев, когда нежелание понять намерение Москвы нанесло ущерб интересам Запада. Гибридная война, которая сейчас ведется в Украине, это не ново. То же самое произошло, когда Россия оккупировала территории Грузии. Мы хотели быть независимыми и поплатились за это. Россия продолжает менять границы соседних стран, а ответной реакции от мирового сообщества нет. О противостоянии агрессии России говорили и в следующем блоке. Там обсуждали перспективы НАТО и то, как НАТО должно отвечать на агрессивную политику с Востока. В частности, говорили о том, что все члены Альянса должны в конце концов увеличить выплаты на оборону до 2% ВВП. Об этом они договорились еще на Оэльском саммите в 2014. И в частности, именно на этот вопрос постоянно давит и постоянно на этом настаивает Дональд Трамп, что такие выплаты должны делать абсолютно все члены Альянса, а не только Соединенные Штаты. В частности, Польша тоже входит в пятерку буквально стран, которые уже увеличили выплаты. И призывают также НАТО и все страны, все страны Альянса сократить время между тем, когда они принимают решение их реализации, сократить все бюрократические формальности, потому что, в частности, Россия и агрессия, она реальная, и она происходит уже сейчас, и реагировать на нее нужно достаточно оперативно. Говорили также о том, что в Европе необходимо создать достаточную инфраструктуру, для того, чтобы по ней в случае необходимости, в случае вторжения оперативно передвигались войска и военная техника. Далее, буквально через 15 минут, начнется дискуссия о восточно-европейском партнерстве. Там будут говорить и об Украине, будут присутствовать члены украинской и польской делегации. Мы будем следить за событием и информировать в следующих выпусках новостей. Спасибо. Напомню, с нами на связи был наш корреспондент Варвара Миронкова с подробностями о Варшавском форуме по безопасности. В Европарламенте стремятся к углублению связи ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. В новом парламентском отчете с рекомендациями по восточному партнерству депутаты рекомендуют усилить поддержку экономических реформ, а также призывают найти новые способы поддержки стран на восточных границах ЕС. Документ также призывает страны Евросоюза к совместным действиям для оказания давления на Россию. Отчет уже был одобрен Комитетом по вопросам иностранных дел. Его обсуждение в Европарламенте пройдет 14 ноября, а голосование 15-го. 24-го в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства. В аннексированном Крыму 6 часов продержали группу из пяти женщин по делу Хизбут Тахрир и двух сопровождающих из организации Безим Балалар. Все они ехали в Херсон для оформления документов детям. Как только достигли админграницы, с российской стороны перестали выходить на связь. Без объяснения причин задержания российские спецслужбы на пункте пропуска Армянск-Чаплынка обыскали женщин, расспрашивали о связях с ИГИЛ. Только к 23 часам к задержанным пропустили адвоката Эдема Семидляева. Приблизительно в 23.45 женщин отпустили. Харьковская правозащитная группа осудила факт задержания и обвинила международное сообщество в недостаточной реакции. По их словам, молчание на такие действия Москвы только уверит ее в безнаказанности. Глава информационного офиса Хизбут Тахрир в Украине Фазыл Амзаев назвал случившееся очередным проявлением использования Москвы тактики запугивания крымско-татарского народа. Эти методы давно работают на территории России, теперь их активно применяют и в Крыму. При этом у оккупантов отсутствуют какие-либо моральные принципы. Об этом Амзаев заявил в комментарии UATV. В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности. Текст документа опубликован в парламентской газете «Голос Украины». Закон позволяет под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с гражданским обществом создать условия для киберзащиты важных инфраструктурных объектов Украины. Согласно закону, президент Украины координирует деятельность в сфере кибербезопасности через СНБО. В документе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза. С минуты на минуту в Брюсселе начнется пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ожидаемые темы – противостояние военным угрозам в Европе, организация нового центра для борьбы с кибер-угрозами, а также создание командно-штабной структуры Альянса, которая станет основой для дальнейшей работы. Больше информации о пресс-конференции в следующих выпусках. Это были главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮЭй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин